В продолжении темы, вот сюжет мы сейчас посмотрели, да, о том, как живет российская глубинка. Так вот, для того, чтобы у людей даже не появлялись мысли о том, что можно жить лучше, читаем новость. Буквально 27 минут назад появилась. Путин заявил, что за границей людей начнут кормить червями. Моразм крепчал. Идем дальше. Ну, моразм крепчал не только в этом. Человек, который находится на зарплате у Путина, я бы сказал такой, Путина заменитель временный, как только его не называют, но тем не менее у него есть официальная должность. Он зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выступал перед людьми на форуме «Знания первых». И наговорил там такого, честно говоря, но вот чего стоит его только одна цитата. Украина – это, безусловно, Россия. Или, например, границы России нигде не заканчиваются. Или то, с чего мы начинали наш эфир. Он сказал, что и левая, и правая сторона Днепра, земли, которые находятся по стороне этой украинской реки, принадлежат Российской Федерации. Давайте посмотрим небольшой эпизод. Сейчас, я так понимаю, мы можем вам дать несколько нарезок из этих выступлений. Вы сами поймете, о чем речь. Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина – это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия. Должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение. Оно справедливо считает Украину, ее население, частью нашей общерусской цивилизации. Не попади вот та самая Украина в глупейшую ловушку, которую расставили Соединенные Штаты и их союзники для противостояния при помощи Украины нашей стране при использовании вот этой самой анти-России. Все могло быть иначе. Ну и мерзопакостный карлик, который пытается за этим кителем спрятать отсутствие вообще чего-либо в голове. Давайте Михаила Шейтельман спросим об его мнении по поводу этого выступления и не только. Писатель и политтехнолог появляется в нашей студии Михаил Шейтельман. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, давайте, наверное, начнем с того, что мы нашим зрителям напомним, что Украина – не Россия. Это было название книги Леонида Кучба, украинского президента, которая аккуратно, как будто бы не помня и не зная об этом, Медведев решил опустить. А мы напомним. Кстати, Кучма, если я не ошибаюсь, даже в Москве устраивал авторский вечер, где был посвящен как раз изданию этой книги. Приходили, люди читали, и российские политики. И, значит, контекст был абсолютно другой. Ну ладно, все поменялось. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение, вот к чему Медведев несет этот бред в такой форме? Вы знаете, тут важнее не то даже к чему, а к чему это приведет. Потому что к чему он несет, мы не можем угадывать мысли сумасшедшего, а он объявлен сумасшедшим резолюцией не Европарламента, а Еврокомиссии. Поэтому тут угадывать цели мы не можем. Давайте о последствиях. Они самые важные. Последствия вот никто для нас только не сделал на политическом фронте, сколько Медведев для Украины за эту войну. Значит, вот вы говорите, ну у него там какая-то формальная должность, говорите вы. А вот Джо Байден так не отмахивается от Медведева. Он, выступая с обращением к нации, где он говорил, что Путин и Хамас это одно и то же. Он сказал следующее, цитирую. Ближайший советник Путина, бывший президент России, заявил, что страны Балтии будут являться территорией Российской Федерации. То есть Байден цитирует Медведева как политическое заявление, как заявление высокопоставленного политического российского лидера. И все ответы, которые приходят с Запада, военная помощь нам, санкции, да даже решение Макрона ввести войска когда-нибудь к нам. Это все ведь ответ вот на эти заявления. На прошлое заявление Медведева о том, что, например, что они убьют каждого украинца на оккупированной территории, который не согласится стать россиянином. Вот это все и накопленный эффект вот этих заявлений. Поэтому они для нас просто идеальны. Ну а если, так сказать, с иронией относиться к тому, что он говорит, то, мне кажется, во-первых, самое смешное заявление, которое он там сделал, говорит, ягод сам имел ядерный чемоданчик. Я подумал, вот он его имел, а Путин в него гадит. Как-то здесь какая-то есть последовательность определенная. Ельцин блевал, наверное, в этот ядерный чемоданчик. В общем, настрадался там ядерный чемоданчик у этих россиян. Да, хорошо. Вот он же говорил те вещи, которые, по сути, опровергают то, что говорил перед ним Путин. Про то, что неинтересна им оккупация Украины. О том, что вот даже Украина не Россия, этот тезис надо разбивать. Но при этом, у нас этого видео нету, но я обратил внимание, там была карта за спиной Медведева. И там сине-желтым цветом был выделен Киев. А остальная территория была там, типа, за Польшей, к частью за Россией. То есть, ну это такой какой-то абсурд, какой-то калейдоскоп идеи. Это старый ФСБ-штуйплан, который они кулуарно вынашивали еще со времени оранжевой революции. Это была их такая мечта идиота, скажем так. Так вопрос в следующем. Они, получается, это просто импровизированный бред? Или все-таки есть какая-то логика у этого? Потому что, ну, это интересы России. А почему тогда, условно, западная Украина вся там за Польшей стоит? В чем логика? Это полностью последовательная, кстати, позиция Российской Федерации. Полностью последовательная. Ничего здесь вообще такого экспромта там ни секунды не было. Давайте вспомним, во-первых. Когда он говорил, что Россия нигде не заканчивается и границы нигде не проходят, он цитировал Путина. Прямо Путина цитировал. Когда у него спросили, где заканчивается Россия, он сказал, что Россия нигде не заканчивается. Вот. Это не цитата из Медведева, это цитата из Путина. Дальше. По поводу чего, какая территория, на какую территорию претендует Российская Федерация. В интервью Такеру Карлсону Путин весьма подробно описал, на какие территории претендует Россия. Он сказал, мы считаем, что все, весь левый берег Днепра является нашей территорией, территорией Российской Федерации, включая Киев. Об этом сказал Путин в интервью Такеру Карлсону. Просто позиция Путина постепенно менялась, да, от того, что мы там не претендуем, мы не оккупируем и так далее. Но сейчас он находится четко в позиции, что да, мы претендуем, мы собираемся оккупировать вот весь берег левый Днепра, плюс город Киев. Почему дальше Польша? Потому что это то, что они предлагают Польше с самого начала войны. Ведь они несколько раз обращались к Польше, что типа у вас сейчас возможность захватить ваши исторические земли, то, что у вас отверг Сталин. Они же постоянно про это говорят. Они обращались к Румынии, что у них есть возможность, к Венгрии, что у них есть возможность. Они на это и рассчитывали. Они на это рассчитывали 24 февраля, что будет так, что они дойдут до Днепра, а с той стороны на нас там пойдут. Но они же не верят, что может быть нерушимость границ, что может быть следовательное принципу территориальной целостности, вообще международным законам. Они в это не могут поверить. Они думают, что все следуют сиюминутным интересам. Но посмотрите, у Гитлера же получилось разделить Чехословакию между кем? Венгрией, Польшей, Германией. Вот смотрите, мы повторяем этот трюк. Он, собственно, про это и рассказывал. Помните, про Гитлера, что вот Чехословакию это разделяли, и Польша-то принимала участие. Он приглашает Польшу к этому. Поэтому все полностью последовало. Единственное, чем отличается высказывание Медведева от Путина, это он сказал, что оба берега Днепра. Вы обратили внимание. Путин говорил, что левый берег Днепра плюс весь Киев. А у этого вдруг два берега. Но я думаю, что здесь он, видимо, он, не знаю, с израильтянами пообщался. В Израиле есть такая песенка. То есть у Иордана, у реки Иордан два берега. Один наш, а второй тоже наш. Но это как бы такие израильские националисты, которые вот за оккупацию западного берега реки Иордан. Поэтому, я думаю, оттуда взялось правого берега. Михаил, в то же время, вот на фоне этого потока, мы даже не можем это называть мразмом или абсурда, но, в общем, того набора слов, которые Медведева озвучила на фоне этой странной карты, еще были заявления Маши Захаровой. По-другому не скажешь. Она сказала о деноцификации Германии. И здесь вот возникает какой вопрос. Мы помним, да, все из истории, что часть Германии была под советским колпаком. И под этим колпаком, собственно, и работал тот человек, который сегодня называется диктатором Российской Федерации Путина. Вот эти угрозы, которые слышны из МИДа Российской Федерации, это уже обозначенные цели. Это та ностальгия по Советскому Союзу, по молодости Путина, которую он решил воссоздать. Либо же это всего лишь попытка сократить военную помощь, которую Германия может дать Украине. Значит, во-первых, вот я еще закончу все-таки про это выступление Медведева, потому что вы сейчас сказали, что такая гротескная форма и так далее. Там только форма комичная и гротескная. Действительно, гротескный, комичный сам Медведев, мы это понимаем, что он такой характерный актер-комик, да. Вся эта карта гротескная. Но месседжи не отличаются ни от путинских, ни от лавровских, ни от чего. То есть полностью последовательно, не надо думать. Просто вот это в комичной форме, а вот то в серьезной представлено. Теперь берем, значит, их отношения с Германией. Тут действительно интересная новая огромная интрига закрутилась в связи с вот этими всплывшими переговорами немецких офицеров. Разговоры немецких офицеров о том, как уничтожить Крымский мост, они вообще абсолютно логичны. Потому что Германия рассматривает вопрос о передаче Таурусов. И германские офицеры, естественно, анализируют, сколько понадобится Таурусов. Там же в чем был разговор? Вот сколько украинцам хватит Таурусов? Надо передать два раза по 50. С какого истребителя запускать? Потому что с Ф-16 и СУ и СМИГов нельзя запустить Таурус. Значит, давайте с французских истребителей запускать. Для этого нужны истребители. И все это займет 8 месяцев. Вот то есть практичный такой разговор людей, которым поставили задачу уничтожить Крымский мост. Это же по просьбе Украины? По просьбе Украины. Этот мост на нашей территории, значит, легитимная просьба. Россияне, естественно, пытаются это выдать как за покушение на Россию. Потому что они рассказывают, что якобы там про Россию. Ну, чего, естественно, нет. И вот у них всякие ответы. Ответы от лица пропагандистов, лица Киселева и Захарова. Захарова это МИД, поэтому это официальный ответ. Почему она использовала слово деноцификация? Я вам подскажу. Тут есть тоже интрига. Это ответ вы не поверите кому? Такеру Карлсону. Ведь Путин долго рассказывал про деноцификацию Украины. Такер Карлсон три раза переспросил, что такое деноцификация. А потом, уже сейчас, на прошлой неделе, в разговоре с Фридманом, журналистом американским, сказал, я, слушайте, я у Путина спрашивал, я так ни черта не понял, что такое деноцификация. Это, говорит, я ничего более глупого в жизни не слышал. О, сказал, я ничего более глупого не слышал в жизни. То есть никого глупее Путина в жизни не встречал, получается. И вот Мария Захарова, она вышла и грудью своей, да, грудью, вступилась за своего шефа, за Путина, ну, конечного шефа, и бенефициара ее предприятия за Путина тем, что, дескать, она тоже знает, что такое деноцификация. Не такой уж Путин, типа, и тупой, и идиот. Если Путин идет, то она тоже идиотка, получается. Что одно другого не исключает, по-моему. Да, но, Михаил, а как вы думаете, вот Запад, посмотря это выступление, как отреагирует? Испугается или поймет, что мы действительно имеем дело вот с людьми, которые не шутят? Но ведь Медведев четко говорит, они считают, что мы сумасшедшие. Нет, мы не сумасшедшие. У нас есть доктрина, поэтому мы реально запустим ядерку. Но вот как они поведут себя после этого? Для нас же это даже важнее в чем-то. Конечно. Так они уже ведут, и мы уже знаем, как. Значит, на Захарову никак сразу скажу, потому что это заявление ничто не означает. Ну, там, нуждается в деноцификации. Типа, и, ну, там же нет конкретных угроз, конкретных каких-то слов и так далее. Есть два, вот, заявление этого Киселева. Он хоть и журналист, но он журналист государственного телевидения, государственного канала, государственной передачи, работает на государство РФ. И он заявил, что Россия собирается разбомбить четыре немецких моста. Это политическое заявление со стороны России. Поэтому на него будет немецкая реакция, я уверен. Кстати, которая может заключаться в передаче нам Таурусов. Ну, прямо, например, да, конечно, почему нет. Вот, а вот то, что сказал Медведев, да, это отлично просто в копилку, вот в эту самую политических заявлений. И это действительно важное государственное лицо, Медведев. И все, что мы видим, как я говорю сейчас, мы, значит, увидим новые санкции, мы увидим новое оружие нам передаваемое, новые действия Макрона, сегодняшняя поездка Макрона в Чехию. Все это ответ, ну, в том числе на это выступление Медведева. Просто оно же не одно, их же надо все вместе сложить в общую цепочку, где он объясняет, что именно убьют каждого украинца. Да, он подробно это объясняет. А потом еще Небедзе это повторяет, кстати, с трибуны ООН. Тоже важный фактор. То есть официально он утверждает, что да, мы будем проводить геноцид. Какие ответы Запада? Ну, смотрите. Во-первых, сегодня Международный уголовный суд объявил в розыск командующую Черноморским флотом и командующую дальней авиацией России. Это суперновость. В смысле гиперновость. Это вообще невозможно переоценить. Это полное изменение карты реальности вообще всей, всей. Это означает, что сегодня российскую армию объявили преступной организацией. Сегодня. Помните, вот Вермахт так и не смогли объявить преступной организацией в результате Нюрнбергского процесса. Обвинили только СС и Гестапо, а Вермахт нет. А российская армия сегодня объявлена преступной организацией. Это неимоверное решение. Просто неимоверное. Куда дальше-то? По поводу сумасшедшей или нет. Ну, Байден официально заявил, что Путин сумасшедший. Еврокомиссия заявила, что Медведев сумасшедший. Но это же означает, что? Ничто? Ну ладно, сумасшедшие, пускай болеют. Нет, это сумасшедшие, захватившие ядерное оружие. Значит, Запад сейчас должен быть заниматься одним. Он занимается худо-бедно, как может. К сожалению, слабо, но пытается. Как отнять у сумасшедшего ядерную бомбу? Ну как? Вот как? Этого ответа простого нет. Все над ним бьются. Хорошо. Ну вот идем дальше. Вооруженные силы Норвегии сейчас разворачивают учения. Развернули, точнее, 20 тысяч сухопутных войск. Все это граничит с Россией. С одной стороны, это очень хорошо. Потому что россияне получают четкий сигнал, что вокруг не какие-то, знаете, импотентные государства, которые ждут вот прям с трепетом, что же с ними сделают, а готовятся к реальному столкновению. Но с другой стороны, почему не передать по Украине все для того, чтобы к войне с Россией не готовиться и завершить все здесь, разгромом военным, в первую очередь, российской армии? Да. Значит, во-первых, я так понимаю, не Норвегия. Это в Финляндии проходит учение НАТО впервые. Там просто Норвегия участвует тоже, в смысле. Да, да, да. Из 13 стран военнослужащих. Там задействовано 50 кораблей. И ни один из них не утонул. Даже 14, Михаил, вот читаю, 14 стран принимают участие. Да, 15 стран, 50 кораблей, там что-то пара сотен, 100 с чем-то самолетов. То есть все так достаточно мощно. И важно, что это впервые на границе с Россией. Значит, эти учения не надо... Почему мы думаем все время, что это какой-то символизм? Это живые военные, 20 тысяч настоящих военных с настоящими танками, самолетами и кораблями. Ну, конечно, это не символическая акция устрашения. Это россияне устраивают учения, чтобы кому-то угрожать. Нет, это тренировка. Они тренируются, как захватывать Санкт-Петербург. Из Финляндии брать Петербург, это, в общем, дело трех дней, на самом деле, при должной подготовке. Они готовятся к штурму Российской Федерации, брать Петербург, а Москву будут брать широкими клещами. Часть из Финляндии, часть из Эстонии пойдет, из Латвии и так далее. Это уже понятно более-менее. Так что они готовят операцию по захвату Петербурга там сейчас. Это практическое действие. Почему не передать нам все, что можно? Да потому что не особо что есть. Основное, что нам нужно, все у американцев. Таурусы, Михаил, ну таурусы, мы не можем же об этом не говорить. Ну таурусы, которые уничтожают напрямую Крымский мост и останавливают логистику в Крым. Это уже очень серьезная история была бы. Это серьезная история, но мы вот прицепились к этим таурусам, которые, в общем, капля вот в этом море войны. Серьезно капля. Объясню почему. Вот то, что нам американцы не дают, не дают на 40 с лишним миллиардов. Это решает вопросы ПВО, это решает вопросы артиллерии. Мы бы не уступили Авдеевку, если бы нам американцы дали этот пакет. Мы бы сейчас наступали, а не отступали. Представляете, да, ну полная разница во вся войне в этой американской военной помощи. У Европы всего этого нет. Даже если Европа решит дать деньги, у них просто физически нет этих видов вооружений. Вообще никаких. Никаких. Они нам дали все самые передовые средства ПВО европейские. Все, просто все. Немецкие, там, шведские. Все дали, что было. Они нам дали танки. Слушайте, у них танков-то оказалось. У нас сейчас самая большая танковая армия в мире. Ну, после, может, российской, хотя я тоже не уверен. Потому что ни у кого в мире нет танков. Ну, нет. Все, они всего произвели 2000 леопардов. Всего. Вообще на все страны, не на одну. Не на Германию. То есть они нам все, что есть, в общем-то, дали. Таурусы, ну да, хорошо. Через 8 месяцев мы бы попытались, через 8 месяцев, это я не шучу. Мы бы попытались через 8 месяцев поразить им Крымский мост. И мне что-то подсказывает, что мы через 8 месяцев без Таурусов его уже сможем разбомбить. То есть, да, это вот есть такой вопрос. Да, вот у Шольца есть такое мнение, что мы будем стрелять ими по Москве. Ну, есть, лично у Шольца, лично мнение про одну такую штуковину. Но он нам дает вооружение в этом году, Германия, на 7,1 миллиарда долларов. 7,1 миллиарда долларов. 100 Таурусов, это, чтобы вы понимали, примерно 100 миллионов долларов. То есть капля в море, которая нам дается. А мы все кричим вокруг Таурусов, потому что у нас символизм большой. Ну, нам Атакамсов хватит. Если нам американцы дали бы Атакамсы, нам бы и Таурусы не понадобились бы. Да, не то, что в Санкт-Петербурге. Взяли икону, прошлись по воде на катерочке, осветили город. Все, уже защита есть, и больше ничего, собственно, и не надо. Потому что наши дроны не долетели. Вы же видели, какая была беда у нас в выходные. Ну, это прям беда, да? Долетели наши дроны до Петербурга, и ни одну цель не смогли поразить. Ну, это чистое невезение, чистое невезение. Один дрон упал на территорию нефтебазы прямо со взрывчаткой. Упал крыло. Ну, зацепился, видимо, за провод какой-то. Ну, это просто непруха, да, бывает такое. Ты же ничего не сделаешь заранее. Это же вероятностное событие. Ну, зато, как нам повезло сегодня. И с кораблем, и с нефтебазой в Белгородской области. На корабле вертолетика, в вертолетике. Ой, ну там целая игла, яйца. Ой, хорошо там было, да. Спасибо вам большое, Михаил, за участие в эфире. Приятно всегда подчеркивать, что за счет этих попаданий Россия второй раз продлевает эмбарго на экспорт бензина за границу. Это наши заслуги. Ну, как наших военных, конечно. Михаил Шейтельман, писатель и политехнолог, был в эфире телеканала Freedom. Спасибо. Спасибо большое.